Рад приветствовать всех вас на канале Электрик от Бога. В этом видео мы разберем весьма простую, оригинальную и тем не менее интересную и полезную для понимания электроники самоделку. Вот эта самоделка позволяет регулировать свечение вот этого белого светодиода плавно. Да, и кажется, что тут удивительного, но есть некоторые нюансы и подробности исполнения этой схемы. И я объясню то, почему у многих подобное не получается. Давайте я продемонстрирую работу этой схемы. С помощью вот этого движка я плавно зажигаю светодиод на максимальную яркость, а потом также плавно могу убавить его свечение, причем до того уровня, который мне необходим. Ну и конечно же могу полностью светодиод отключить. Вот он полностью погас. Давайте еще раз. Я делаю полностью яркое свечение, а потом могу убавить это свечение до нужного мне уровня, либо погасить светодиод совсем. Ну, казалось бы, проще. Ведь для того, чтобы светился плавно светодиод, запускался, там горел ярче или слабее, достаточно взять батарейку, светодиод и переменный резистор. Давайте изобразим эту схему так, как она кажется многим логичной. Что у нас есть? У нас есть, конечно же, светодиод. У нас есть батарея. Плюс батарея подключается именно в эту точку светодиода. Батарея должна быть достаточного напряжения, чтобы светодиод у нас светился. Давайте обозначим, что светодиод у нас действительно светодиод, и что он может светиться от этой батарейки. А вот здесь мы замкнем цепь не напрямую, естественно, а через резистор. Токоограничивающий резистор, который будет подавать небольшой ток на наш светодиод. Но, чтобы нам производить операцию плавного зажигания и угасновения нашего светодиода, резистор должен быть переменным, или так называемым потенциометром. Простая схема, и она действительно будет работать в некоторых случаях, но имеет ряд недостатков. Для того, чтобы наш светодиод светился ярко, конечно же, мы батарею подбираем напряжением чуть больше того напряжения, на которое рассчитан этот светодиод. Ну, потому что у нас есть гасящий резистор. И если таким образом мы подобрали батарейку достаточно мощную, то при подключении резистора нашего в точку 0, когда он имеет нулевое сопротивление, то есть движок мы сдвинули вот сюда, у нас полностью замыкается цепь на светодиод, и весь ток от батареи идет на светодиод. В этом случае наш светодиод может прекрасно перегореть. Почему? Потому что в данном случае нулевое сопротивление резистора нашему светодиоду отдало весь ток от батарейки. Чтобы этого избежать, чтобы избежать катастрофы, чтобы светодиод не перегорел, нам нужен дополнительный резистор. И здесь он крайне необходим. Обычно это резистор в сотню Ом, но все это зависит от того, какой светодиод мы применяем и какую батарею будем использовать. Про спасающий ограничительный резистор мы поговорим чуть позже, а пока давайте посмотрим, какой недостаток еще имеет эта схема. Для того, чтобы наш светодиод полностью погас, сопротивление этого резистора вот в этой точке максимум должно быть настолько велико, что ток, проходящий через светодиод, не должен его зажигать. И поверьте мне, когда у нас батарея превышает напряжение, а как это обычно делается, чтобы на максимальных оборотах светился наш светодиод, то ток через даже большое сопротивление все-таки будет. И этот минимальный ток, особенно для современных светодиодов, достаточно, чтобы они слегка светились. Между прочим, так происходит в обычных светодиодных лампочках, которые, несмотря на то, что отключены от сети 220 вольт, потихоньку немножечко светятся. То есть гашение, полного гашения тока, или удаление тока, или уменьшение тока, с помощью последовательной схемы произвести невозможно. А значит, вот такая хорошая схема. Всем хороша, кроме того, что плохо работает. Забыли спасающее сопротивление. Светодиод может перегореть при свежих батарейках. И опять-таки, поставив сюда очень высокоомный резистор, мегаомный, регулировки плавной у вас просто не получится. Ведь его диапазон регулировки от мегаома до нуля слишком велик. То есть, работать такой резистор будет где-то вот в небольшой области. И чтобы плавненько попасть сюда, ну, это практически невозможно. Особенно на вот таких вот резисторах. Как же быть и что же делать? Как сделать то, что я вам показал буквально в начале ролика? Очень часто и на Дзене, и на Ютубе я вижу одну глобальную такую психологическую электрическую ошибку, когда регуляторы тока обзывают регуляторами напряжения. Светодиод штука хорошая. Он любит напряжение. И если напряжение есть, он уже начинает светиться почти без тока. Но потому что токи ему нужны очень маленькие. Что такому, что вот такому. И только ограничение по напряжению, когда это напряжение будет меньше, чем способен работать этот светодиод, он может погаснуть. А как же нам сделать регулятор напряжения? Ведь вот такие схемы, даже если они сделаны с помощью транзисторов, давайте я покажу, какая схема выдается за схему регулятора напряжения. Вот у нас обычный стандартный транзистор. У него в коллекторной цепи стоит светодиодик. И с помощью подачи напряжения на базу, вот таким вот образом, с помощью переменного резистора, у нас питание регулируется и по току, и по напряжению. На самом деле, в данном случае, транзистор с общим эмитером включен так, чтобы регулировать только величину тока, проходящего через светодиод. И никакое напряжение он не регулирует. Хотя, вот такие регуляторы называют регуляторами для блоков питания, которые регулируют и ток, и напряжение. Это вранье. Ну, ладно. Отойдем от транзисторной схемы, и просто быстренько расскажем, как же все-таки здесь все устроено. Хотя, все и так видно. Давайте обратим внимание на номиналы деталей. Это сопротивление в 1 кОм. И оно, конечно, практически не ограничивает ток для вот такого яркого светодиода. А это сопротивление 20 кОм. И если его включить последовательно, оно не сыграет никакой роли. Единственным правильным решением этой задачи будет создание делителя напряжения из двух резисторов. Спасающего резистора и управляющего резистора. И светодиод ставится именно вот таким вот образом. Смотрите. Когда мы сведем вот эти выводы вместе, то на светодиод вообще не будет поступать никакое напряжение. Он погаснет. На нем не будет ни только ни напряжения. Если же мы выведем его вот в эту точку, то в этой точке светодиод будет питаться через вот это сопротивление спасения, которое подбирается таким образом, чтобы он горел ярко от этой батарейки. Все. Здесь может быть переменный резистор малых номиналов сопротивления и плавно изменяющий свои параметры. А ведь вроде такая простая схема. А ведь все так просто решается. А на этом все. Пока. С вами был канал Электрик от Бога. Подписывайтесь на канал Электрик от Бога. И да пребудет с вами электрическая сила.